Здравствуйте! С вами Азария Таркенов. Это программа «Здесь и сейчас». А в День Республики глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов наградил жителей Карачао-Черкесии ценными наградами и званиями, которые отличились в той или иной области. Среди них наш частый гость – президент велоспорта Карачао-Черкесии, также президент клуба ДИК-дивизия, депутат Думы города Черкеска, директор спортшколы «Победа» Азамат Кубанов. Азамат, приветствуем вас и поздравляем! Спасибо, доброго! Так, с новоиспеченным званием заслуженный тренер Карачао-Черкесии. Мы правы? Да. Так, ну рассказывайте, вот для вас это было неожиданностью? Как вообще узнали? Позвонили за несколько дней до мероприятия, предупредили, назвали дату, число, чтобы в этот день был в том месте для получения государственной награды. Вот, приятно, потому что для каждого тренера получить самую высокую награду тренерскую, это действительно того стоит, чтобы столько работать, столько проделать работы вместе со своими подопечными. Скажу, наверное, так, наверное, каждый тренер хочет стать заслуженным тренером. Поэтому было приятно, да. Но вы еще скромно попросили не озвучивать все ваши регалии, а их здесь много. Это шестикратный чемпион мира по ММА, мастер спорта международного класса по этому виду единоборств. Также футбольный клуб тоже под вашим руководством проходит. Вот сколько нужно вложить сил, лет, получить званий, наград, чтобы получить это звание заслуженный тренер Карачао-Черкесии? Если честно, сказать, что было тяжело, не знаю, наверное, совру. Сказать, что легко, тоже нет. Ну, есть огромный один плюс, потому что сама деятельность, которой я занимаюсь, спортивная деятельность, она мне приносит колоссальное удовольствие. Поэтому я не могу сказать, что было тяжело. Я получал на всем своем тренерском пути удовольствие. Несмотря на травмы и проигрыши, и падения, и взлеты. Конечно. Травм у меня было очень много. Недавно мы с друзьями сидели, читали, сколько раз я ломал конечности свои. Я не вспомнил даже. Где-то на цифре 15 я сбился. Потому что были очень серьезные травмы. Одна из предпоследних травм, когда я упал с велосипеда, сломал обе руки себе. Ого! Это было буквально за день до чемпионата мира. Я ехал в баню на велосипеде, весогоночный процесс был. И не доехал, так сказать. Упал с велосипеда, сломал обе руки. Левую руку вообще в трех местах сломал. Ну, очень неприятная была травма, когда на обеих руках гипс. На все воля Всевышнего я к этому отношусь не сказать как должному, но спокойно. Потому что случится именно то, что с нами должно случиться. Никаких проблем я в этом не вижу. Надо быть немного аккуратнее, осторожнее. Для себя какие-то выводы сделал. Потом после этой травмы, я просто последнее озвучил. Я порвал связки на обоих руках. На левом плечевом суставе, потом на правом. Вот такие вот моменты были, это каждый год происходило. Поэтому все хорошо, отлично, к этому говорю. Еще раз отношусь спокойно. Все восстановилось, все нормализовалось. Да, сейчас восстановилось. Конечно, травмы полноценно не уходят, всегда будут напоминать. Да, потом даже успел выступить. Ну, нормально, все хорошо. Так, ну, по вашим личным наблюдениям, травмоопасный больше спорт ММА или велоспорт? Вы знаете. Вот сейчас удивили. Вот если, наверное... Сразу два перелома, вернее, несколько. Да, ну, наверное, примерно одинаково. Примерно одинаково, потому что с велосипеда тоже часто падают ребята. Вот. И сама степень опасности велоспорта состоит в том, что мы же едем на шоссе, там еще машины могут ехать, там упасть можно не так. Поэтому, ну, и в смешанных единоборствах то же самое, там, травмы конечностей, конечно, они сопутствуют практически всегда. Потому что от мелочей все зависит. Даже если плохо прогреться, даже перед тренировкой плохо согрелся, все, получит травму. Вот по правому плечу, я знаю, плохо прогрелся, решил побороться и такой очень сильный, характерный звук услышал, как будто что-то пакет полиэтиленовый взорвался. А это, оказывается, связка. И вот мое правое плечо тоже подтверждает ваши слова. А вот теперь вопрос такой. Учитывая, что передача сегодня посвящена вам, очень любопытно посмотреть вашу биографию. Здесь контраст разных видов спорта. Откуда такой интерес и была ли изначальная цель добиться определенных успехов по каждому виду спорта? Это и футбол, и ММА, и грэплинг, и велоспорт. Я, кажется, что-то еще пропустил. Да. Ну, не могу сказать, что мне что-то быстро надоедает, но всегда что-то новое хочется. Поэтому было интересно. В юношестве вообще у меня очень сильно стоял выбор. Я очень любил футбол. По сей день это мой самый любимый вид спорта. Бывало, что наш тренер по борьбе, он нас очень сильно ругал за то, что мы шли на футбол. Чуть ли не оттуда силой нас закидывал в спортивный зал по вольной борьбе. Вот за что я ему сильно благодарен. Ну, приходилось постоянно делить. Сразу в футбол поиграем, потом бежали на тренировки по вольной борьбе. Это все происходило в поселке Московском, где я вырос, где учился. Там очень хорошая школа борьбы была и очень хорошая школа футбола. Вот по сей день наши команды, впервые вообще в истории республики Карачаево-Черкеси, команда поселка Московского, играют в самой престижной футбольной лиге, юношеской футбольной лиги, ЮФЛ. То есть, ну, это самый топ, где могут принять участие именно спортсмены, не достигшие там 18-летнего возраста, а именно для юношей. Вот на сегодняшний день наша команда поселка Московского там играет. То есть, этим я очень сильно горжусь. Действительно, это огромное достижение, большой шаг вперед. Вообще, для развития футбола, в частности, вообще в республике, потому что это колоссальное достижение. И я думаю, этим достижением мы не остановимся, будем работать дальше, еще сильнее развивать футбол. По видам спорта, да, что-то нравилось, что-то видел, и было всегда интересно, да, что-то новое попробовать для себя, где была просто ударка, где была просто борьба. Потом появился вид спорта, как грэплинг, борьба с болевыми. Это меня сразу привлекло. Очень мне нравится этот вид спорта. Потом джиу-джитсу, практически то же самое, как и грэплинг. Идентичный процентов 90-го эти два вида спорта. Немного в больно-рейтинговой системе, там чуть-чуть есть различий по занятиям, позиций разных. А так практически одно и то же. Вот, рукопашный бой. Ну, это все было очень интересно. Ну, своим базовым все-таки видом спорта, каким считаете? Борьба. Борьба, конечно. Борьба, да. Хоть я и люблю, так сказать, ударную технику, но борьба, потому что, как сегодня я помню, как первый раз в жизни пришел на тренировку по вольной борьбе в поселке Московском. Вот. Наш тренер замечательный тогда был, Албеков. К сожалению, его сейчас нет с нами. Умер. Основные азы знания именно я благодарен, именно я получил благодаря нему. Вот, очень сильно мы его любили, боялись, уважали. То есть, ну, в то время абсолютно другая концепция тренировок была. А сейчас кого-то поругать на тренировке, ребенок может обидеться, там, кто-то спросить, почему его там поругали. Там еще, вот, к сожалению, сейчас время такое. Другой психологический подход нужен. Да, да, да. Родители могут прийти, вот вы там поругали моего ребенка. Ну, это все для меня смешно. А тогда в наше время такого не было. Потому что, если поругал, родители бы еще дома добавили за то, что меня поругали. Максимально прятали еще. Конечно, конечно. Ну, не принято было говорить, меня тренер поругал. Раз поругал, ах ты оболтус, иди сюда, еще бы добавили. А сейчас чуть время другое, к сожалению. Ну, опять же, есть и другие примеры, где в семье именно воспринимается вид спорта как нужное. И, ну, таким капризом детей, так сказать, не ведутся, а наоборот как-то, ну, правильно учат и помогают. Потому что все равно, как бы что, кто ни говорил, самое главное, начало именно становления спортсмена, оно в семье. Если в семье его видят спортсменом, поддерживают его стремление к занятиям спорта, он обязательно достигнет каких-то высот. А если ему дома говорят, вот часто такое бывает, даже приводят ребенка и говорят, я не хочу, чтобы он был чемпионом, я хочу, чтобы он занимался для себя. Он не сможет. Он, да какой из него, вот так, многие родители так говорят. И, если честно, у меня был такой пример привилятного мальчика ко мне, у него был излишек веса, такой очень серьезный. И тогда вот его дядя и брат сказали, ну, из него уже вряд ли что получится, а мы хотим, чтобы просто он похудел. Вот, по-моему, на какой-то передаче это рассказывал. Так, у нас точно нет, поэтому озвучивайте. Для меня это было как вызов. Вот тогда он меня щелкнул. У меня в два раза в жизни такое было. Когда вот ко мне кто-то приходил, у меня внутри как будто тумблер перерубили. В течение двух лет этот мальчик стал чемпионом Карачаева Черкесии по грепплингу, чемпионом Карачаева Черкесии по панкратиону, по ММА. Потом он выиграл по этим же видам спорта и СКФО и выступил на чемпионате России. Дворовый главный вопрос, сколько скинул? И он и похудел прилично, но в любом случае, ну, он такой, он тяжеловес, я очень люблю тяжелых детей таких, потому что, ну, сейчас тяжеловесов мало, они очень такие добрые, такие забавные дети, с ними очень приятно работать. Но бьют сильно. Бьют очень сильно. И вот второй пример, это наш Амаль. Ну, Амаль это феномен. Вообще, спорта всей России, это реально феномен, таких нету. То есть, будучи инвалидом детства, он родился с таким недугом, я напомню, у него нет руки, да, вы все это прекрасно знаете. Вот. Когда он пришел абсолютно юнцом, пришел, постучал в дверь, зашел, мы тогда тренировались на космонавтов, он там, салам алейкум, алейкум ассалам, мне спросил. Он сразу меня предупредил, сразу сказал, только, ну, меня возьмите, пожалуйста. Ну, имел в виду, что я сейчас увижу, что рука такая, чтобы его не отправил. Вот он тогда жил в Пятигорске, хотел сюда переехать, так, к бабушке, к дедушке, чтобы тренироваться у нас. И когда он подошел, по его глазам было видно, как он сильно хочет именно заниматься. Только не откажите мне, он говорит, в начале разговора, только, пожалуйста, не откажите. Я говорю, ты что? Наоборот, я очень сильно хотел тебя видеть у себя. И с тех пор уже прошло порядка, наверное, пяти лет. Вот уже шестой год. Амаль на сегодняшний день первый номер в России. И что очень важно, он не выступает по отдельным категориям людей с ограниченными возможностями, а вот полноценные классические состязания. Конечно, да. Выступает среди всех профессионалов. И он реально безоговорочный чемпион. Об этом говорит два подряд выигранных чемпионата России. Это действительно феноменальный результат. Человек практически без слабых мест. У него очень хороший тайминг, очень хорошая скорость. Очень хорошо себя чувствует в партере. Очень хорошо себя чувствует в стойке. У него нет вообще слабых мест. Есть спортсмены, у которых больше развит вольная борьба, например. Много таких чемпионов UFC даже мы знаем. Где у них борьба сильно развита, в стойке не очень. А у Амаля все на 100% развито. Самое главное – это его дух, характер, вообще непоколебимый. Никогда в жизни он не сдастся ни на один болевой. Часто бывало, его там брали на разные захваты. Не остановится, не устанет, всегда идет в свои цели и побеждает. С честью выходит с каждого своего боя. Каждый его бой – это зрелище, это шоу. Всегда зрители аплодируют ему стоя, все ждут выхода Амаля. То есть все спортсмены уже готовятся под него, что немаловажно. Раньше первое время пытались какие-то проявлять снисхождения, может, я с ним не буду, там еще что-то. Сейчас такого нету. Последние годы, два-три, никто так не говорит, потому что все знают, кто такой Амаль. А наоборот пытаются бить туда, где нет руки. Специально пытаются постараться пробить корпус, в область печени кидать. Это показатель его профессионализма? Да. Это как комплимент надо воспринимать, что люди готовы победить. Мы меняем стиль, и Амаль побеждает. Каждый раз он разный, каждый раз он всех удивляет. Может весь бой в стойке провести, может весь бой провести в партере сразу с перевода. Каждый раз он удивляет своих соперников. Вот такие у нас примеры в Абачево-Черке Син. Азамат, через вас проходит большое количество учеников по разным видам спорта. Как на ваш взгляд? Горят ли у них глаза? Что можете сказать в общем? И хватает ли вообще желающих заниматься спортом? Да. Как вы сказали, очень много видов спорта. Наша школа представлена 18 видами спорта. Можете себе представить 18 видов спорта в нашей школе. Начиная с большим теннисом, заканчивая художественной гимнастикой. Вот буквально недавно мы открыли... Это клуб «Победа». Спортивная школа «Победа». Республиканская спортивная школа «Победа». Мы комплексная школа, потому что у нас не один вид спорта. Самая большая школа в республике, самая крупная. Вот. И вот последний вид спорта, который мы открыли, это пулевая стрельба. Вот олимпийский вид спорта по стрельбе. Сейчас уже идет набор детей. Хороший специалист с ними занимается, Чагаров. Будем готовить наших ребят. Именно, может, даже попадут на Олимпийские игры по стрельбе. Вот это очень нужный вид, я думаю, для всех. Я считаю, что каждый мужчина, и не только мужчина, должен уметь обращаться с оружием, чтобы уметь защитить себя. И вообще, я думаю, если даже не защищать, не дай Всевышний, что пришлось это делать. Вот. Ну, я думаю, уверен, что каждый мужчина просто обязан знать, что такое оружие, как им обращаться, разбирать, собирать. Потому что это нужная вещь. Ну, так полагаю, что у девушки тоже могут записаться? Конечно, конечно. Ограничений нет. Да, да, да. И девочки в секции. И художественная гимнастика у нас тоже один из последних видов спорта. Поэтому видов много. Могут свободно люди приходить, записываться, тренироваться у нас. Добро пожаловать. И что касается их желания, да, желания у детей есть. Сейчас такое время, что очень сильно же, так сказать, родители очень сильно расслабили своих детей. Вот. Это есть. Это есть. Если ребенок не захочет ходить, я думаю, сейчас мало кто заставит. Поэтому раз они ходят, они любят это дело. Желающих очень много. Вот. По своей секции могу сказать, когда у нас в начале года, например, набор идет, в середине года идет набор, когда уже места заканчиваются, желающих много попасть. И начинаются звонки, там, родственники, друзья, а вот это того, сын возьми, а вот это того, дочь возьми. Я, конечно, очень рад, что это как-то, ну, люди это хотят, но когда нет мест, и брать не получается. Опять же, это все говорит об интересе детей. Интерес есть, вот отвечая на ваш вопрос, интерес есть. И у детей на самом деле сейчас хорошо получается. Они молодцы, все хорошо получается. И каждый находит свое, там, одну секцию попробует, вторую, и на какой-то остаются уже. Это хорошо, когда есть выбор. Мы с вами, Азамат, писали программу как раз за несколько дней до масштабных велосостязаний. Да. Вот они прошли довольно успешно. Вот поделитесь итогами. Да, мы приняли очередной этап чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе. Действительно, мероприятие было очень такое грандиозное. Просто чемпионат России по виду спорта, который мы принимаем у себя в Карачаево-Черкесии, это очень большой плюс вообще для всей республики. Потому что можно на пальцах одной руки перечислить, сколько вообще чемпионатов России проходило в Карачаево-Черкесии. У меня сейчас такая оговорка была по Фрейду чемпионата мира, хотел сказать. Ну, я думаю, чемпионат мира тоже проведем по велоспорту здесь. Учитывая, в каком настроении и с каким воодушевлением отсюда уезжают вообще сама Федерация, все спортсмены. Трассы, виды и высота позволяют. Трассы идеальные, высоты классные, да. Когда вот один из тренеров сборной России, он даже отметил, он был и на Джиро, да, Италия, и на Тур-де-Франс, вот наши трассы, он говорит, ничем не уступают. Если не лучше, они точно не хуже. Поэтому мы еще попробуем. Вот впереди у меня есть несколько планов по проведению нескольких таких интересных этапов у нас. Вот как раз и очень много профессионалов сюда приедут, будут участвовать. И тогда вот мы как раз еще раз заявим, именно для профессионалов, что можно приезжать и спокойно выступать здесь. И самое главное, наша цель, чтобы все сборники и вообще все самые именитые спортсмены приезжали на сборы в Карачаево-Черкесию, тренировались здесь. Потому что очень многие ездят в Испанию, в Испании тренируются, в Италии тренируются. Это, во-первых, затраты четыре раза, наверное, больше, чем приехать сюда здесь тренироваться. Ну и ничем там не лучше, чем у нас. А сам чемпионат прошел на высочайшем уровне. Принимало участие 180 спортсменов. В прошлом году было чуть более 100. В этом году 180 спортсменов приняло участие. И опять же о цифрах, о истории. Мы очередной раз попали в историю спорта Карачаева-Черкесии и России, думаю. Наши два спортсмена выступили на чемпионате России. Около 40 лет вообще наши спортсмены не выступали на таком уровне. Вот именно на чемпионатах России. И вот они выступили на Дружбе народов Северного Кавказа на этапе чемпионата. Это Мурат Буташев и Данил Лежапеков. Вот они выступили, показали достойные, хорошие результаты. Это отметили и с федерацией, и тренера, и руководители. То есть это было очень круто. То есть они приняли участие и не было, что они приехали. 1179-й, 1180-й. Они были в первой тридцатке. В первой тридцатке. То есть это очень круто было. А вот как дается организация, учитывая, что наши курорты, они всесезонные, трассы бывают загружены? Учитывая загруженность всех трасс и то, что очень много туристов у нас, мы все равно удалось провести. Это, естественно, благодаря руководству Карачао-Черкесской республики это все согласовано. Благодаря главе республики Рашиду Бориспиевичу Тимурезову мы же начинаем именно с согласования. Сперва с главы, потом дальше именно с федерации идет это все. Огромное спасибо нашим сотрудникам ГИБДД, которые идеально каждый год проводят именно эту гонку. Я говорю так, что они сами являются чуть ли не участниками этой гонки. Потому что несколько машин едут впереди, несколько сзади замыкающие разгоняют не только машины, но и скот. Потому что бывают такие случаи. Республика Аграрная. Да, бывают такие случаи. Но это, наоборот, красит гонку велосипедисты в очень большом таком удивлении. Многие, когда видят коров, радуются, а там с удовольствием пытаются комментировать. А не бывает так, что первый оторвался, а потом ему пришлось вместе опять со всеми поравняться и ехать. Ну, ничего не было, потому что как раз впереди едут несколько машин технических, и вот, включая ГИБДД, они разгоняют их. Они уже только на обочинах. Вот там и группа мотоциклистов с федерацией, которые тоже едут впереди, разгоняют скот. Ну, и мы пишем письма главам муниципальных районов, которые тоже уже в день гонки выставляют своих людей. Они обеспечивают полную безопасность тоже, чтобы скот не выходил на дорогу. Тоже огромная благодарность главам районов, к которым мы обращаемся. Ни разу не говорили нет. То есть по месту проведения, это Ужигутинский район, Карачаевский, Зеленчугский район. Им огромная благодарность. Всегда помогают. Ну, и нашим дорогам, да, именно Автодор, всем, которые всегда идут к нам навстречу, помогают. И всегда относятся к нашим гонкам лояльно, всегда пытаются чем-то помочь. Поэтому, учитывая, да, всю загруженность, все проходит буквально на одном дыхании. И очень на таком хорошем-хорошем-хорошем уровне. Пусть так будет всегда. Не было ни одного инцидента никогда. И слава богу, что не было. И пусть, чтобы дальше тоже не было таких инцидентов на дорогах. Было все идеально. Это только радует. Азамат, до конца года остается не так много времени. Вот есть какие-то масштабные планы впереди? Либо уже перекинем на 25-й? Есть, конечно, да. Впереди у нас в ноябре будет серьезный чемпионат по панкратиону в городе Майкоп, куда поедут ребята наши. И самое главное событие года для нас, для моих воспитанников. Ну и не только для моих воспитанников. Это самый ожидаемый турнир по панкратиону и по грэплингу. Это ежегодный всероссийский турнир «Битва в Донбайе». Нас ждет «Битва в Донбайе». Это уже восьмой этап. Получается, 8 лет подряд уже в этом году. Нам 8 лет именно этому нашему, так сказать, детищу. Потому что очень много спортсменов не только Северного Кавказа, но и России ждут именно этот чемпионат «Битва в Донбайе». В этом году мы хотим провести ее еще более красочно. Там будет очень интересное, красивое, хорошее шоу. Лучшие судьи России всегда у нас. Лучшие спортсмены, лучшие бойцы. Ну и, конечно, мы проводим в лучшем месте, наверное, России, в самом красивейшем уголке, в поселке Донбай. Там будет очень круто, да. И один из тоже таких стартов, на который мы сейчас готовимся, это Кубок России по восточному единоборству. Вот теперь это для нас очередной этап, новый этап. Мои спортсмены, никто еще по ним не выступал. Вот как раз все проверим себя на Кубке России. Но это какой вид спорта? Это восточное единоборство, так и называется. Так и называется. Восточное единоборство «Ветву-Дауа». Ну, примерно похоже на что? На рукопашный бой. Примерно похоже на рукопашный бой, но нет борьбы. И разрешены броски только в том случае, если спортсмены находятся в клинче. То есть специально лезть за броском, проходить в ноги нельзя. И там есть такой очень специфический удар. Называется «Дон-Тянь». Дон-Тянь, то есть это когда спортсмен выпрыгивает и бьет двумя ногами одновременно либо в голову, либо в корпус. Это как вот сюда уже базаре полпобеды. Дон-Тянь. Надо выпрыгнуть вверх и двумя ногами... Просто достаточно докоснуться? Нет. Акцентировать удар на нанести. Как коснуться уже сейчас по всем ударным видам спорта. Если мы коснулись, баллы не даются. Они в одном виде спорта. Удар должен быть именно акцентированный. Чтобы попало, чтобы судья увидел, что попало. И соперник, чтобы почувствовал, что по нему попали. Это могут быть колени или обязательно нужно стопы? Именно стопы ног, да, обязательно. Коленями тоже можно бить. Здесь любыми частями тела разрешены удары, кроме партера. Это очень интересный вид спорта, на самом деле. Очень сильно развит именно в странах Азии. Оттуда он и произошел. Каждый год во Вьетнаме проходит чемпионат мира. Очень такой у них популярный, очень крутой такой вид спорта. Такой брутальный. Я так полагаю, зрелищный, учитывая, что идет какой-то двойной удар. Это все в прыжке. И самое главное, он аккредитованный вид, один из самых первых в России. То есть, это официальный вид спорта. Вот в ММА есть очень много разных разновидностей. И только один из них аккредитован, а еще 99 неаккредитованных. А это официальный легитимный вид спорта. То есть, после победы, на котором на Кубке России, на чемпионатах России, на мастерских чемпионатах, спортсмен может выполнить именно разряд норматива мастера спорта. Мастера спорта России международного класса. Ну, если будет выигрывать и заслуженного мастера спорта. Азамат, ну, в конце программы не могу не спросить о вашей семье. С кого брали пример? Были ли спортсмены? Откуда пошла вся эта история? Ну, в семье, как ни парадоксально, спортсменов не было. Вот, брал пример с кого. Ну, в наше время, что мы смотрели разные боевики. Наши примеры и кумиры были. Жан-Клод Ван Дамм и остальные те артисты, на которых мы выросли. Вот сейчас, нынешнему поколению, мне, если честно, жаль, они даже фильмы с тем же самым Жан-Клодом Ван Дамм, они не поймут. Это им неинтересно. Они лучше в гаджетах что-то посидят. Когда мы были на сборах в Донбайе, специально включили фильм «Кикбоксер», я повел туда всех своих маленьких детей. Так. Половина из них ничего не поняли. Просто сидели, наблюдали, половина с удовольствием смотрела. То есть, это очень такой глубокий смысл несет. Спорт в семье, конечно, он важен. Поэтому у меня не было примера именно в семье спортсмена. Но я сам хочу стать примером. Поэтому, вот, получается, уже Алиму Азаматовичу 4 года. Он уже начал посещать секцию. Он с утра до вечера буквально ждет. Каждые 5 минут спрашивает, когда будет 19 часов, когда будет вечер. Какой вид спорта выбрал? Он ходит ко мне. У него выбор был из 18 видов спорта в вашем спортклубе? Как говорит его мать, что выбора у него не будет. Так и получилось. Но, опять же, я не заставлен. Он сам хочет. Он ходит. Ему это очень сильно нравится. А мне, как отцу и как тренеру, действительно, у меня есть одна цель. Быть примером. Нам надо быть самим достойным примером, чтобы подражали дети. Все. Потому что надо показывать именно все с правильной стороны. Просто есть... Можно сказать, чтобы человек это сделал. А лучше показать и сделать. Потому что слова, это самый главный бич, наверное, нынешней молодежи и многих ребят. Потому что сказать и сделать это разное. А лучше надо делать. А вы, Азамат, наверняка уже прочувствовали этот момент, когда вы отец и тренер, и сына, и ученика. Вот этот момент, когда вы требуете что-то от ученика и от сына, где нужно закрыть глаза на боль, на его усталость. Нужен результат, нужен прогресс. Вот это такая психологическая грань. Она уже ощущается? Вот почувствовали это? Конечно, конечно. Сложно дается это? Один раз я дома видел, как дочь с сыном обсуждали. Ты папу на тренировке тренером называешь, и дочь говорит ему. Он запрещает мне, говорит папа. Поэтому на тренировке они все равны. Там нет детей. Нет детей, они все мои дети. Поэтому ко всем отношение одинаковое. Естественно, были и слезы. Четыре года человеку, конечно, и слезы будут, и все будет. Я на это не обращаю внимания. Делаю вид, что не вижу, потому что нельзя. У него сейчас самый главный этап становления. Мужчина не должен себя жалеть. Я так считаю. И чтобы когда его будут жалеть, это тоже неправильно. Поэтому он на то и мужчина. Как я своим детям всегда всем говорю, воспитанникам, самый главный девиз должен быть. Кто мужчина рожден, тот рожден побеждать. А все остальное это уже такие детали ненужные. Ну что же, Азамат, огромное вам спасибо за беседу. Желаем вашим ученикам только побед и ни одной травмы. Спасибо большое. Это была программа «Здесь и сейчас». Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. И занимайтесь спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин